Добрый день, дорогие друзья! С вами Forbes Digest. Официально в 2019 году в России 247 будних дней и 118 праздников и выходных. Но герои Forbes часто не отдыхают, работают в выходные. Но когда отдыхают, делают это по-крупному. В этом выпуске мы посмотрим, как на своем дне рождения отрывается миллиардер Игорь Рыбаков. Видишь, мы поем рэп! И поговорим с гостями-бизнесменами. Редакционный директор Forbes Николай Усков расскажет нам о вечеринках других участников рейтинга. Одно дело, когда тебя привозят на Ибицу. Другое дело, когда сидишь в саду с какой-нибудь Моникой Белучей. И мы вспомним самые затратные праздники русских миллиардеров. Мы выпьем за тебя Тальман, Морданыч и Смаила. Начнем прямо сейчас. Вы когда-нибудь были на дне рождения у миллиардера из списка Forbes? Сегодня мы туда отправимся, в гости, на праздник, к Игорю Рыбакову, номер 78 в списке Forbes. Пойдемте посмотрим, как он отмечает свое дне рождения. Уже играет рэп. Если вы не знаете, Игорь Рыбаков, помимо того, что блогер, рэпер, основатель Техно Николь, он еще и последнее время поет. Именинник, вон он, именинник. Сейчас мы пойдем его поздравим. Игорь Владимирович, с днем рождения! Пойдемте узнаем, что подарили миллиардеру и его друзья-бизнесмены. Скульптуру. Скульптуру? Его скульптуру? Мою, я сам сделал. А, свою? Вы там? Я сделал. Нет, нет. Не вы? Да, да. Сколько стоит скульптура? Ну, я ее сам сделал, соответственно, там только стоимость металла 25 тысяч рублей. Я дарю Игорю картину. Что за картину? Прекрасного художника русского, но кто живет в Берлине. Я зовут Иннокентий Баранов. Эта картина олицетворяет собой такой азиатский пейзаж с лодками. Игорь попросил сделать перевод в фонд в поддержку образования детей. Мы подарили ему Эндаумен. Хорошо. Интересно, что это? Эндаумен – целевой фонд, предназначенный для использования в некоммерческих целях. Как правило, для финансирования учреждений образования, медицины и культуры. У Игоря Рыбакова свой – Legacy Endowment Foundation. Друзья, мы немного обескуражены. Мы привыкли, что мероприятия с миллиардерами – это вся какая-то черная икра, лобстеры, яхты, может быть, селебрити, популярные звезды. Но у Игоря Рыбакова домашний день рождения, где присутствуют только его самые близкие друзья, самые близкие ему люди. И еда достаточно простая. На самом деле это обычные куриные шашлыки, фрукты, хлеб, овощи, сыр. Все очень полезно. До сих пор важная часть мероприятий в России – это, конечно, что наливает. Мы сейчас спросим бармена на день рождения Игоря Рыбакова, что сегодня у нас меню. Здравствуйте. Здравствуйте. Что сегодня, какое вино, что наливаете, что можно выпить? Ион из Греции. Белое, красное, все сухое. А крепкие напитки? Крепких нет. То есть вино исключительно для здоровья, для настроения, никаких крепких напитков, чтобы все были приличные. Да, конечно. Мы, ну люди, вообще аудитория, когда говорят «день рождения миллиардера», представляется что? Танцы «гоу-гоу», представляются лобстеры. Здесь совершенно по-другому. На самом деле я перепробовал все, что ты сказал. Оно меня не питает, не наполняет ничем. А вот это, когда мы заряжаем друг друга, обогащаем, когда мы думаем, какой следующий шаг мы создадим, меня это питает. Я отправляюсь заряженным вот после такого события, и я вижу, как все другие тоже отправляются заряженными. Не знаю, мне нравится. И наше общество растет и растет. Все больше и больше сторонников так проводить «день рождения» – это очень здорово. Постоянно на праздниках, которые делали, ну взрослые, которые меня окружали в детстве, они пили водку. Ну, выпивали. Не много пили, но выпивали. А я постоянно прятал эти бутылки водки, потому что мне так не нравилось, что взрослые собираются, выпивают что-то вот, и потом много выпивают. Я постоянно прятал эти бутылки водки. Так прошло половина моего детства. А потом я понял, что я с фигней занимаюсь. И я стал собирать вокруг себя молодых ребят. И мы шли на турнир, мы занимались, ну там, воркаутом. То есть мы стали создавать сообщество людей, которые, ну, просто чуть-чуть по-другому ведут себя, по-другому действуют. Действительно богатые люди отмечают день рождения в соответствии со своими ценностями. Семья, близкие друзья и, ну, дело, дело тоже все вот в одном. На дне рождения Игоря Рыбакова вместо подарков бизнесмен сам на этом настаивал. Друзья вносили пожертвования в образовательный фонд «Легаси». Ты видишь вот это? Я забыл свои. Нет, подожди, иди к терминалу. Сходи-ка ты к терминалу, спи, раз. Хорошо. Минимум 10 тысяч евро. А, 10 тысяч? Это минимальный чек? Это минимальный чек. Нет, пока ставка, Дим, Дим, подожди, максимальная ставка сегодня пока не перебита. 250 тысяч рублей. Понятно, в лоб рублях. За вечер собрали 1 миллион 633 тысячи 414 рублей. Мы сейчас спросим Дмитрия, был ли он когда-нибудь на днях рождения, где прям его просят внести некую сумму денег. Сейчас практически все дни рождения это повод для пиара, поэтому, естественно, нет. Сколько людей я не вижу? Здесь я сам не вижу, но... А вот там галочку можно сделать, платеж ежемесячно. Я так делаю обработку моих персональных данных. Сделать ежемесячно. Там не получается, да, отправить. Друзья, у нас в гостях редакционный директор Forbes Николай Осков. Николай Феликс, здравствуйте. Здравствуйте. Вы светский человек, Николай Феликс. Вы бывали на тысячи приемов, и не только в России, в Европе, в мире. Вы видели очень много разных мероприятий, от самых безбашенных и шумных до официальных. Скажите, что имел в виду Робби Уильямс, когда исполнил свой хит «Party like a Russian»? Ну, мне кажется, что это уже немножко такая ностальгическая вещь, потому что русские действительно зажигали, когда был мут, вот было настроение, да, когда перла экономика, когда казалось, что впереди только лучшее. Это был, наверное, шестой-седьмой год, когда Россия была в огромной моде, и абсолютно русские тогда солировали на всех вечеринках. Постепенно, да, стала меняться конъюнктура экономическая, стал меняться политический тренд в России, стал меняться отношение к России в мире. Вечеринки стали скромнее, русских стало меньше, они не так заметны, и их даже труднее стало отличить от среднестатистической европейской тусовки. Чтобы понять, что это было за время, давайте вспомним несколько самых громких событий, которые устраивали русские миллиардеры. Самые известные короли вечеринок из российского списка Forbes – Михаил Прохоров и Роман Абрамович. Роман Абрамович прославился попаданиями в прессу в различных урывках с его вечеринок на побережье элитного курорта Сэм Барт. В 2017 году его выдали публикации в социальных сетях у друзей бывшей жены Дарьи Жуковой. Новый год они праздновали на борту 162-метрового белоснежного судна – яхты «Эклипс». Выступал сам сэр Пол Маккартни. Годами ранее на вечеринках Абрамовича пели Red Hot Chili Peppers, Black Eyed Peas, Prince и Beyoncé. Бывший участник списка Forbes Александр Лебеди в 2012 году давал комментарии о вечеринках Абрамовича. Все-таки Абрамович в основном ведет праздный образ жизни – яхты, виллы и острова, какие-то вечеринки. Голливудские режиссеры к нему на яхтах заезжают, Мадонна. Даже Рупер Мердок был в прошлом году, которому в Англии руки не подают приличные люди. Всякие бездельники, откровенно говоря. Даже если бы меня позвал Абрамович, вряд ли я там окажусь, уверял Лебедев. Я был на вечеринках в рамках Каннского фестиваля. Он часто делает такую камерную у себя дома вечеринку, на которой действительно крупные деятели кинобизнеса. В камерной обстановке дома, в саду, все очень чинное. Вообще выглядит абсолютно международно, в этом нет ничего уже российского, я бы сказал. Это просто крупный бизнес, встречается с крупным искусством. Это грустно с какой-то стороны или совсем нет? Наоборот, наоборот. Я же тоже не молодею. Одно дело, когда тебя привозят на Ибицу, и ты должен, так сказать, в своем уже немолодом возрасте изображать дикое веселье на дискотеке. А другое дело, когда сидишь в саду с какой-нибудь Моникой Белуччи или там с Харви Ванштейном и болтаешь об искусстве. Мне это больше подходит. Я думаю, что и многим предпринимателям крупным это тоже уже больше подходит. Михаил Прохоров. Он однажды загремел со скандалом во французских Альпах. Курорт Куршевель. Модели, съемки, скрыты камеры. Но все обошлось. Цитирую о коммерсант. Господин Прохоров, подозревавшийся в причастности к организации сутенерской сети, был задержан полицией зимой 2007 года на курорте Куршевель ни за что. Французские власти говорят, что так и не смогли разобраться в этом деле до конца. Сейчас в интернете распространили под видом интервью одной из девушек, которая с вами там была. Она говорит, как-то он нас пригласил вдвоем, и мы подумали там, не дай бог, он что-то плохое нам предложит. И он вдруг попросил прочитать. А он предложил хорошее. То ли Тургенева, то ли Островского. Знаете, это так удивительно, Михаил Дмитриевич, это правда? Слушайте, познакомьте меня с этими девушками. Очень прошло вас. Познакомьте. Прошло более 10 лет. Скандальных вечеринок в Куршевеле давно нет. Для прессы остались события из ночной жизни Петербургского международного экономического форума. Вечеринки миллиардера в ресторане «Шатуш». Главный слух всего форума. Правда ли, что Прохоров привозит Риану? Среди гостей были замечены многие участники дневной и деловой программы. Например, Олег Тиньков. Но Рианы не было. Будет ли Прохоров устраивать вечеринку в этом году? Пока вопрос остается открытым. Михаил Прохоров, конечно, там, середина нулевых. Михаил Прохоров сегодня два разных человека уже. Ну, просто прошла жизнь. Сейчас он как-то не ведет такой активной светской жизни, как это было прежде. Прежде он, понятно, что молодой, холостой миллиардер, спортсмен. Конечно, это было весело всегда. Это толпы девиц этих моделей внешности. Лучшая музыка, самое хорошее вино. Андрей Мильниченко. Необычный подарок сделал миллиардер Андрей Мильниченко своей супруге Александры в день ее 30-летия. На вечеринке в ее честь выступала Дженнифер Лопес. Пела она недолго, всего 40 минут, но гонорар получила весьма внушительный – от 1 до 1,5 миллионов фунтов, по данным британских изданий. Вечеринка прошла в Англии в помесье миллиардера Хейрвуд Хаус. На ней присутствовали 60 гостей. Русские всегда традиционно заказывают дорогих исполнителей. Всегда черная икра, конечно, всегда много шампанского, она никогда не заканчивается. Тельман Исмаилов. Сейчас Тельман Исмаилов банкрот, но в 2015 году король Черкизона еще входил в список «Форбс». Тогда его состояние оценили в 600 миллионов долларов. И чтоб звезда всегда светила, мы выпьем за тебя Тельман, Мордан Исмаилов. Он не жалел средств на постройку шикарного отеля «Мордан Палас» в Турции. Его итоговая стоимость оценивается более чем в 1,4 миллиарда долларов. На вечеринку «Открытие» в 2009 году бизнесмен также не поскупился. На мероприятие были приглашены такие звезды, как Шерон Стоун, Ричард Гир, Том Джонс, Перис Хилтон и Моника Белучи. Поэтому «Открытие» частично напоминало церемонию вручения «Оскара». Столь пышная вечеринка привлекла внимание российских властей. По данным издания Хэберт Арк, затраты составили 35 миллионов долларов. Заменитая вечеринка на открытие «Мордан Паласа» – это какие-то были невероятные деньги. Я думаю, что это, конечно, вопрос юности капитализма, с одной стороны. Представьте себе Тельман Асмаилов, простой горский еврей из какой-то деревни. И вдруг он может тусоваться с Шерон Стоун и Моникой Белучи. Конечно, для него это важно. Конечно, для него это и есть осуществление самых невероятных меч. Я даже думаю, он не мечтал об этом в детстве. А с возрастом такие вещи обычно отступают на задний план. Ты привыкаешь к деньгам, привыкаешь к возможностям. Конечно же, все отдыхают по-разному. Есть и другие не менее занимательные истории совсем без вечеринок. В статье для Forbes в 2015 году владелец ивент-агентства Князев Сергей Князев писал про бомж-туры для ныне покойного Бориса Березовского. С Борисом Березовским я познакомился в 1999 году. Он тогда сказал «Сможешь удивить каким-нибудь развлечением, будем работать». Так появилась невероятно живучая игра «Бомж», в которую с тех пор играли другие олигархи, крутые политики из Кремля, депутаты Госдумы, послы иностранных государств, журналисты, звезды эстрады и кино. В чем заключалась игра? Бизнесмены с помощью профессиональных гримеров и стилистов становятся бомжами, и им приходится зарабатывать мелкие деньги, выпрашивая их у прохожих на привокзальной площади или тырить открытки в сувенирных лавках, чтобы продать туристам и заработать на пропитание. Когда Березовскому надоело бомжевать, а играл он несколько раз, я придумал еще около 50 подобных игр. Официанты в плотеньком кафе, бедные музыканты на пешеходной улице, уличные художники на Маммадре в Париже, но это оказалось хитом. Случаются и экспедиции. Например, миллиардеры, акционеры Альфа Групп Михаил Фридман и Герман Хан регулярно совершают паломничество по пустыням Израиля с традиционными песнями, ночевками в палатках, без гаджетов. У нас есть видео 2014 года. Другой пример – бизнесмен Дмитрий Волков. На свой 42-й день рождения забрался на Мамблан, но в прессу попал не из-за этого. Он заказал на одну из вершин гигантский Магнум Кристалл. Одна бутылка стоила ему 10 тысяч долларов. Доставляли ее на вертолете. Сегодня для вас эксклюзивна игра на баяне от Оскара Хартмана. Однако на мероприятии Игоря Рыбакова была не только благотворительность, конечно же, конкурсы, песни и танцы. И даже я не удержался. Давай, станцуй, Рыбчин. Давайте. Друзья, спасибо за просмотр. Сегодня мы поговорили об очень важной теме, которая необходима людям, которые хотят добиться успеха. Конечно, нужно много работать, по-настоящему вкалывать, самообразовываться. Но без отдыха ничего не получится. Для этого вам поможет и Forbes в том числе, инструмент капиталиста. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok